Всем привет! Сегодня у нас крутая самоделка, которая сэкономит кучу денег, да еще поможет заработать. Итак, заезд на металлобазу. Закупился профтрубой разного сечения. Тут и 20 на 20, 20 на 40, и 30 на 30, и 40 на 40. Всего понемногу вышло на 8к рублей. Запомните эту цифру. Еще нужна фанера или ОСБ, и закупил ведро краски. Аликолор, грунт эмаль 3 в 1, брал прям от завода в интернет-магазине МКраски. В описании, кстати, есть промокод на скидос в 10%. Закупайтесь лучше заранее. Далее, накидав небольшой терчожек и расписав все этапы, принимаемся за дело. Сначала идет в работу труба 30 на 30. Они будут выполнять функционал боковых ног. Металл был закуплен по 2 метра. Как обычно, на базе нарубили как попало. Поэтому торцую края, и высота ног будет в 95 сантиметров. На ленточной пиле нарезаю все заготовки. Так как объем работы с металлом большой, болгаркой тут не напилишься. Далее, идет труба 20 на 20. Часть труб я взял от старых самоделок или проектов. В металл сдавать нынче не модно, так как ценник подлетел и так в 2-3 раза. Поэтому экономим по максимуму. Труба 20 на 20 выравнивается с одного края. При необходимости ставлю метки и торцую края. А далее делаю заготовки по 94 сантиметра. Кстати, по количеству первых заготовок, которые были 30 на 30, у меня вышло 16 штук. А трубы 20 на 20, 24 штуки. Далее, сделал разметку на каждой трубе и запускаем сварочный аппарат. И начинаем сваривать рамки. Тут отлично выручают магнитные уголки. Сначала цепляю все на точки. Проверяю диагонали. Если все окей, провариваю швы. Но только с двух или трех сторон. Так как одна верхняя сторона нам нужна чистая лицевая. Далее поймете почему. Повторяем эту процедуру много раз. И уже 8 секций готово. И вырисовывается картина будущих строительных лесов. Забегая наперед, такие помощники отлично будут выручать в строительстве. Я уже начинаю отделывать фасад бани. И также влезаю во внутрянку. Для примера, чтобы утеплить полы, надо сделать все закладные трубы под водоснабжение и канализацию. И лучше закупать все материалы заранее. Те же трапы, чтобы знать высоту пола. И в гипермаркете сантехникаонлайн.ру можно не только все закупить необходимое, а еще и сэкономить. Здесь огромный выбор сантехники, аксессуаров и мебели для ванных и туалетных комнат. Удобное меню и цены на любой вкус. Здесь вам предложат бесплатный дизайн проекта, а также услуги рассрочки и кредитования от ведущих российских банков. А по промокоду вы получите скидку на весь выбранный вами товар. Ссылка и промокод на скидку найдете в описании под роликом. Так что переходите, закупайте с необходимым оборудованием и экономьте. Теперь готовим профтурбу 20х40. Буду делать 12 заготовок по 192 см. После идет труба 40х40. Это будущая муфта в количестве 24 штуки. В идеале найти и родить трубу 35х35 для муфты. Но в моем радиусе в 50 км в круг я такой не нашел. Только под заказ и только в тоннах. Никто вам пару палок не привезет. Короче, готовим кучу муфт. Далее делаем разметку и провариваем швы. Соединяем трубу 40х20 с муфтой 40х40. Получается как молот только с двух сторон. По задумке эти муфты будут соединять боковые стенки. Возможно кто-то скажет, надо было брать водопроводную трубу. Там диаметр 30-40. Короче, забегая наперед скажу вам, что труба такая стоит в 2, а то и в 2,5 и в 3 раза дороже, чем профильная труба. Но и так как эту самоделку я делаю для себя, для дома, для своих задач, пусть будет максимально экономно, но надежно. Поэтому, чтобы муфты сидели плотно, было решено вварить проставки. Полосу толщиной в 3 мм. С двух сторон. Полоса была в наличии. Отрезаем 48 штук. И привариваем по краям боковых секций. Сварил 2 секции. И уже решил затестить, как и что, какие вдруг косяки и так далее. Но полет отличный. В муфтах есть зазор в 1 и даже 1,5 мм. И садятся они довольно плотно и хорошо. Так что смело продолжаем собирать весь каркас. Зашлифовав все сварные швы, собрав все необходимые секции, делаю из листа в 3 мм 8 квадратов. Это будут пятки. Закругляю все углы, чтобы в будущем не пораниться. А потом привариваю на свое место. Кстати, вдруг кто захочет повторить, к этим же площадкам в будущем можно приварить те же самые колеса. Но мне они не нужны. ИНТРИГУЮЩАЛЬНАЯ МУЗЫКА Далее начал собирать подиум. Решил затестить трубу 20х20, толщина стенки в 2 мм. Повис, прогнул и понял, что маловато. С щитом, возможно, одного удержит, но надо запас. Поэтому готовлю в размер трубу 20х40, толщина стенки 2 мм. И уже по образцу быстро собираю полку. К нижним стойкам, где площадка, добавляю отрезок трубы 20х20. Она будет как фиксатор боковых стенок, чтобы за нижний ярус можно было спокойно перетаскивать сразу всю вышку. Итак, все заготовки сварены и готовы к работе. Но сначала покрываем грунт эмалью. Так как леса будут постоянно на улице, под дождем, либо перевозиться 100-500 раз, беру проверенную эмаль 3 в 1 и обрабатываю весь металл. Тут, конечно, пару лайфхаков. Обклеил маляркой, чтобы банку не запачкать. Затем переливаю в отдельную емкость, чтобы не тащить лишнего мусора в краску. Используйте эти хаки, пригодится. Включаем музон и часок работаем художником. После высыхания кидаю на подиум лист ОСБ 12 мм. Засверливаю отверстие сверлом на 3 мм и креплю на саморезы с пресс-шайбой. Ну и погнали тестить. Собирается Тура за пару минут. Размеры вы, кстати, можете взять и побольше. Я же сделал специально такой размер, чтобы все боковые секции влезали мне в кунг багажника автомобиля. Снизу накинул пару хомутов. Зажал их в размер и просто рукой накидываю и соединяю нижнюю вставку. Забегая наперед, скажу, что Тура в 4 секции на рынке из говна и палок, непонятно как сварено, стоит раза в 4, а то и в 5 дороже. То есть у меня всего ушло сюда около 10 тысяч рублей. Высота двух секций хватает для отделки фасада и софитов одноэтажного дома. Прямо во всю длину стены. Можно тупо собрать две туры, кинуть шестиметровые доски и ходи спокойно. Также, кто любит стройку, забегайте на мой канал Сделай Сам. Там много чего интересного. И подписывайтесь на мои каналы в группе ВКонтакте. Там вы, кстати, можете поделиться своими самоделками или идеями. Ну и заглядывайте в Телеграм. Стараюсь давать только актуальную полезную информацию. Надеюсь, этот видос вам зашел по душе. Пишите комменты, как улучшить, как прокачать, чтобы вы сделали по-другому. Ну и влепите лайк и не забудьте подписаться и ударить в колокол. Буду чаще радовать вас годным контентом. Всем спасибо, всем удачи, всем легкой работы, всем хорошего старта в этом сезоне. Так что глаза боятся, а руки делают. В общем, всем спасибо, всем пока-пока.